Специалисты этого учреждения каждый день ведут борьбу с одним из самых опасных современных заболеваний. И вполне успешно заболеваемость с туберкулезом в Щелковском районе стабильно снижается и составляет 32,5 случая на тысячу населения, ниже среднего показателя по региону. О таких данных рассказала заведующая Щелковским отделением Мытищицкого противотуберкулезного диспансера. Актуальные для медучреждения вопросы обсудили в рамках встречи с депутатом Мособолдумы Владимиром Шапкиным. Сегодня медицина у нас действительно имеет огромное количество проблем, которые необходимо решать. И принимая управленческие решения, законодательные решения, конечно, нужно знать предмет, что называется, на месте. Поэтому я сегодня здесь. У нас материально-техническая база более-менее приличная, так как в 2013 году мы сделали капитальный ремонт. С сотрудниками 100% укомплектованные, что не каждое лечебное учреждение может об этом сказать. И врачебным персоналом, и средним медицинским персоналом. Рабочий визит депутата состоялся в рамках так называемой муниципальной недели, завершающей в четверти месяца, когда представители фракции «Единая Россия» регионального парламента проводят ряд встреч и приемов в округах и районах Подмосковья. Сотрудники тубдиспансера смогли задать волнующие их вопросы. Одной из самых насущных является проблема оснащения крупной медицинской техникой. В первую очередь приобретение нового рентген-аппарата. Последние годы мы стали активно выделять из бюджета на это деньги, но область большая, сфера медицины, это огромный комплекс. Понятно, что все сразу невозможно заменить. Рентгеновские аппараты, компьютерные томографы, аппараты УЗИ и так далее. Также востребовано оборудование для компьютерной томографии. Второй очень глобальный вопрос – это КТ для детей. Сегодня это вопрос номер один. Три с половиной тысячи за КТ не каждая мама может заплатить. Депутат отметил, что в данный момент аппарат для КТ установлен и работает в тестовом режиме на базе второй больницы. Владимир Шапкин взял на контроль вопрос дальнейшей эксплуатации оборудования и предоставления услуг в том числе Щелковскому отделению тубдиспансера. Обсудили на встрече не только вопросы работы медучреждения, но и развитие Щелковского района в целом, решение проблемы обучения во вторую смену, предстоящие строительство десяти новых школ и других важных объектов социальной инфраструктуры.